Покровский храм хутора Капанского города Краснодара отметил престольное торжество. Довольно молодой приход активно развивается. То и дело, на территории храмового комплекса появляется что-то новое. Каким встретил храм праздник Покрова Пресвятой Богородицы в этом году, расскажут наши коллеги. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в хуторе Капанском расположен в тихом местечке в селеной зоне. Совсем недавно храм отметил престольный праздник. Несмотря на отдаленность хутора от самого города, приход в церкви составляют не только капанчане, но и краснодарцы и жители других районов. Я проживаю в поселке Афибском Северского района. Это 60 километров от хутора Капанского, от нашего храма прекрасного. Езжу сюда с семьей, привожу детей. Мы каждое воскресенье здесь принимаем активное участие в жизни прихода. А жизнь приход ведет активную, ведь он совсем молодой, храму нет и 10 лет. Поэтому сейчас главные силы брошены на строительство и благоустройство. Совсем недавно была отстроена белоснежная колокольня. В этих работах самое активное участие принимают прихожане. Два года назад никто не мог поверить, что мы сможем и построить такую красавицу колокольню, и что будет у нас здесь часовня. Но я скажу так, что здесь заметил одну особенность, что каждый прихожанин этого храма, он вложил сюда не то чтобы частицу своего, то есть каждый является здесь еще и некоторым образом соседателем. На самом деле так было всегда. Местный храм для верующих – их родной приход. Потому и строили сообща. И в этом смысле Капанской храм – только продолжатель традиций. Сейчас при храме ведутся работы по возведению часовни. Она будет посвящена образу Божьей Матери – живоносный источник. Настоятель, священник Иоанн Мельник, сам наблюдает за ходом работ. На данный момент, конечно же, мы готовим проект иконы живоносного источника для нашей часовни. Мы планируем сделать диод из мрамора. Живоносный источник будет тоже из мрамора. А образ Пресвятой Богородицы вместе с Иисусом Христом, он будет изображен канонически, как полагается, на деревянной доске и написан будет по всем канонам. И всякий желающий прихожанин, пусть будет, или приезжий, придя в нашу часовню, он сможет и помолиться, и набрать водички святой. Но самое главное, чтобы он духовно просветился. Самое главное, чтобы он духовно вырос, выйдя из этой часовни. И чувствовал свое облегчение, и чувствовал благодать Божью на протяжении всего времени. Большой образ живоносный источник будет находиться на восточной стене часовни. Для того, чтобы из источника истекала вода, приход подключился к скважине глубиной 350 метров. В дальнейшем у Покровского прихода хутора Копанского еще много планов. Посадка деревьев, благоустройство территории, ограждение, освещение. Но главное, безусловно, спасение, которое достигается в стенах храма.